Весной 1918 года русская армия старая, полумиллионная, демобилизовалась и ушла с Кавказского фронта. И против турок остались небольшие армянские и грузинские части на фронте. Спешно стали формироваться новые части в Армении и в Грузии для того, чтобы в случае, если турки перейдут наступление, отстоять за Кавказе отторжение турецких войск. Как только турки узнали, что старая русская армия ушла с фронта, через некоторое время, они, нарушив договор о прекращении боевых действий, перешли в вероломное наступление. И поскольку не встречали большого сопротивления, ибо наших войск было там мало, заняли Эрзерум, подошли к Саракамышу. В Саракамыше уже их встретили усиленные армянские войска из частей армянского стрелкового корпуса. И вокруг Саракамыша завязались очень упорные, жестокие бои. Они продолжались почти на протяжении месяца. И туркам удалось подойти на ближайшие подступы к Арсу. Армянские войска могли, по заявлению командира корпуса генерала Назарбекова, оборонять эту крепость на протяжении не менее полутора-двух месяцев. Однако они получили приказание от Закавказского правительства, чтобы сдать город и крепость без боя туркам, а самим отойти в район Александрополя на реку Арпачай. В это же время грузинские меньшевики сдали без боя Батуми, Батумскую крепость, область, и тоже отошли на свою территорию исконную. Полагали, что с выходом турок на реку Арпачай, оккупации Карской области и с оккупации Батумской области, турки на этом остановятся и дальше не будут продолжать своих наступательных действий. Но события последующие показали, что это далеко не так. Они задались целью разгромить армянские и грузинские войска и добраться до Баку, чтобы захватить нефтяные промыслы, которые особенно нужны были им и немцам для ведения боевых действий против сил Антанты. С этой целью они создали на Александропольском направлении оперативную группу войск под названием «Карс». В эту группу включили четыре дивизии, которые должны были вероломно напасть на Александропольский гарнизон, захватить его и дальше продолжать свое наступление. Мы, наше командование кавалерийского полка не знало о том, что турки ворвались в село Сардарабад. И мне было приказано командирам полка взять 4-5 всадников и в виде боевого разъезда выскочить через Сардарабад на ее западную окраину и установить, какая там обстановка, где там обороняются наши войска и какие силы наступают на Сардарабад. Я немедленно вернулся к себе во взвод, отобрал пять отличных всадников на крепких лошадях, подал им команду за мной и на галопе их повел в сторону Сардарабада. Чтобы войти в Сардарабад и выйти на ее главную улицу, которая выводила на запад к туркам, надо было пройти под аркой, которая до этого закрывала все подступы в этом направлении. И когда мой разъезд на галопе выскочил и проскочил это ворота и выскочил туда на улицу основную Сардарабада, в это время мы внезапно встретили против нас целый взвод пехоты, которые, придерживаясь с одной стороны в сторону церкви, которая была справа, и слева длиннобитные дома, они с ружьями наперевес шли против нас. Одеты были они в форму русской армии, а они эту форму достали еще в Карсе и в Саракамыше, где были большие склады. Ну, так как они ходили в лохмотях, то одели и обули в русскую форму. В это время турецкие эти солдаты и офицеры начали руками приглашать. Мы говорим, проходите, проезжайте. Я был глубоко убежден, что это наши. Поэтому я слез с коня, а это всего 40-50 метров до них, и перекрестился по-армянски. Как только я перекрестился, они залп. Но так как залповый огонь неприцельный, они ни в меня не попали, и только лошадь одну ранили. Я только успел крикнуть своим солдатам «Назад!» А сам уже не мог сесть на лошадь, и они меня убили бы там. Я, значит, в переулок тут оказался, бросился в этот переулок. Но уже после того, как я уже был вне полосы огня, они еще залп дали. Но я кругом объезжал эти улицы и вышел в вечернюк своим. Ну, там мои солдаты доложили, что я погиб, но я появился живым. Это была известная радость для моих подчиненных. Командир полка похлопал меня по плечу, сказал, «Ну, ничего, бывает». И вот когда я бываю в районе Октембиряна, я каждый раз еду на это место, где вот со мной случился этот боевой эпизод. Генерал Силиков. Его подлинной фамилией Силикян и имя Вовсес. По моему впечатлению, по моим думам, это был наиболее талантливый армянский генерал среди тех, которые в то время имелись в армянских войсках. Он, видимо, прошел большую школу боевую в русской армии в борьбе против немецких и австрийских войск. И когда его назначили командиром 2-й армянской стрелковой дивизии, то в первых же боях, которые происходили на Сюрмалинском направлении, туда, на Боязетской долине, он приобрел хороший авторитет, уважение со стороны подчиненных офицеров и солдатских масс. Он, помимо того, что был прекрасным тактиком, тактическим руководителем боя, оказался к тому же и оперативно подготовлен на инстанцию выше. Этими объясняется вот его весьма удачное оперативное руководство всей этой ереванской группировкой войск. по сути дела это была армейская операция, если говорить по-настоящему. И он заслужил большую славу. Большую. Будь на его месте другой генерал, не поступить так, как он решительно поступил и талантливо. Армяне могли проиграть это сражение, и тогда от армян ничего на сегодняшний день не осталось. К чести Селикова он не только непосредственно руководил боевыми действиями войск, но он и обратился с воззванием к армянскому народу, когда бои уже шли на непосредственных подступах к Ереване. Это воззвание сыграло очень важную роль в мобилизации ополченцев, продуктов, питания и других предметов, что нужно войскам. Его обращение вызвало сразу большое ополченское движение со всех городов и сел Араратской долины пошли ополченцы, вооруженные винтовками, перекинутым через плечо патронташем в черное штатское обмундирование в бой для того, чтобы вместе с войсками победить противника. Эти ополченцы сыграли такую важную роль, во-первых, непосредственной помощью в боях, а во-вторых, они подняли боевой дух, настроение армянских солдат, офицеров, которые шли в бой более, так сказать, смело, решительно и самоотверженно. Второе воззвание, он со вторым воззванием он обратился к армянскому народу уже тогда, когда под Карагбуруном турки ночью панически стали опять отходить в сторону Александрополя. Он тогда ставил задачу перед армянским народом поднять все силы, все возможности, которые располагают народ и армия для того, чтобы добить противника и взять Александрополь. А теперь я хочу рассказать, кто, какие войска должны были оборонять Ереванский район. Это была так называемая Ереванская группа армянских войск. Этой группой командовал генерал Силиков, командир 2-й армянской стрелковой дивизии. В состав этой группы входили два пехотных полка, 5-й и 6-й армянские стрелковые полки, два кавалерийских полка и два добровольческих таких на партизанских началах сформированных полка и четыре батареи. Какая была обстановка в это время создана для Ереванской группы? Значит, с фронта со стороны Александрополя вдоль железной дороги уже влезли в Араратскую долину войск турок и наступали они прямо на Ереван. С севера я вот говорил вам о 9-й пехотной дивизии, которая должна была наступать на Караклиз вместо 11-й дивизии турок. Эта дивизия главными силами стала обходить Арагас и спускаться на Аштарак. И вот нужно было как-то прикрыться от этого отряда, не допустить их, чтобы они вышли во фланги тыла Ереванской группе войск. Со стороны Аракса на южном берегу были части 5-й и 12-й пехотных дивизий турок. Они могли ударить, значит, форсировать реку Аракс и ударить во фланг, значит, левый фланг Ереванской группе войск. Со стороны Шарура Нахчевана могли появиться еще войска, которые турецкие, которые могли ударить во фланг и тыл всей этой Ереванской группе войск. Довольно сложная обстановка. И в этой сложной, очень трудной, тяжелой обстановке генерал Силиков принял буквально талантливое решение. Что он сделал? Он во-первых создал Сардарабадский отряд. В этом отряде был 5-й армянский стрелковый полк, 1-й армянский партизанский полк, Игдырский пехотный полк. Этому отряду он приказал навстречу ударам опрокинуть турок и выбросить их из предела так сказать Араратской долины. В сторону Башабарана он направил Башабаранский отряд в составе 6-го армянского стрелкового полка, 2-го армянского кавалерийского полка и партизанского конного полка. Этому отряду он приказал встречным ударом опрокинуть турок, освободить Башабаран и дальше наступать на Сепетакский перевал. Влево, чтобы турки не могли бы безнаказанно форсировать реку Аракс со стороны Игдеря, он выделил значит один пехотный батальон в составе двух род, потом два ополченческих отряда, которые заняли значит северный берег реки Аракс и взорвали мосты через Аракс Маркаринский и другой мост я забыл сейчас как называется Паракарский вот эти мосты они взорвали и поскольку был май месяц еще вода шла довольно широким потоком туркам надо было форсировать эту реку поэтому эти отряды могли на первых порах сдержать наступление а Зейтунский кавалерийский полк под командованием полковника Салибекова получил приказание в случае форсирования реки турками немедленно их контратаковать и отбросить на южный берег чтобы обезопасить свой тыл со стороны Нахачеванской это Шарура он выделил третью армянскую бригаду под командованием полковника Багнасаряна который должен был идти навстречу если кто-нибудь попытается так сказать опрокинуть их и выйти в тыл ереванской группы решение я должен сказать прямо талантливое гениальное решение что особенно важно особенно важно то что он не только правильно распределил свои силы на угрожаемых направлениях но сардарабадскому отряду приказал не обороняться а встречным ударом опрокинуть турок и выбросить их за сардарабад и 22 числа началось это наступление 22 армянский сардарабадский отряд под командованием полковника Данильбека Первомяна значит нанесли решительный удар по туркам и к вечеру уже заняли сардарабад и станцию железнодорожную но но после этого наступление приостановилось потому что турки сумели перейти к обороне они заняли Аракс как оборонительный пункт и на юг до реки Аракса а севернее там склоны этих гор спускаются в долину на этих склонах этих высот они сосредоточили свой главный отряд который не должен был допустить захвата этой высоты армянскими войсками и в течение нескольких дней шли упорные бои упорные бои я в это время стал офицером связи между 5-м армянским стрелковым полком и нашим особым кавалерийским полком и находился на командном пункте командира полка а полком командовал брат Данильбека Перумова Павел Бек Перумян Данильбек Перумян полковник русской армии был заслуженный опытный боевой командир он очень хорошо разбирался в тактических видах боя и он заслужил быть названным героем Сардарабадского сражения поскольку командовал этим Сардарабадским отрядом отряд генерала Андроника должна была удерживать за собой верховье реки Арпачай чтобы не допустить удара с этого направления во фланг и тыл Александропольской группе а левее Александрополя по реке Арпачай до станции они оборону заняли части первой и второй армянских пехотных бригад и нашего кавалерийского полка который вошел в состав этого отряда под названием Малагерский отряд надо сказать что бдительность со стороны наших войск особенно со стороны командования страшно понизилась почти 20 дней турки не предпринимали никаких активных действий и мы все считали что дальше военные события не будут развиваться а на самом деле как я вам уже сказал они задались такой целью захватить обязательно Баку и бдительность была настолько понижена что накануне Пасхи 15 мая должна была быть Пасха командир дивизии 1-й армянской генерал Орешев пригласил к себе в гости всех командиров полков этому же примеру видимо поддались и другие командиры а турки воспользовались и на рассвете 15 апреля в первые в первые день Пасхи ударили всеми силами по Александрополю их план состоял в том чтобы главные силы нанести удар по Александрополю и дальше продолжать наступление на Караклиз Дилижан в этой группе у них действовали две дивизии 11 кавказская дивизия и 9 левее 5 кавказская кавказская дивизия должна была наступать в направлении воронцовки для того чтобы в дальнейшем выйти на ближайшие подступы к Тибелиси и занять Тибелиси и правее вдоль линии железной дороги Александрополь Ереван должна была наступать 36 кавказская стрелковая дивизия которая была усилена корпусным кавалерийским полком и кроме того имела на усиление 1500 всадников курской конницы задача этой дивизии ставилась занять Араратскую долину города Ереван Ячмедзин и нанести окончательный удар по армянскому народу после того как туркам удалось нанести этот внезапный удар войска которые обороняли непосредственно Александрополь стали поспешно отходить в сторону Дядюрского перевала и далее в направлении Амамлы на этом направлении турки уже на второй день заняли Амамлу теперь город Спитак и продолжали угрожать своим наступлением на Караклиз Кировакан отряд Андроника стал отходить под давлением превосходных сил противников в направлении на Воронцовку в районе Воронцовки произошли очень серьезные бои в которых принимали участие кроме воинов Андроника и местные ополченцы на несколько дней их задержали в этом направлении но все-таки турки прорвались в сторону Тибилиси а Андроник стал защищать Лори от проникновения туда турок Войска 20 мая передовые части турок захватили Аракс, железнодорожную станцию, и подошли на подступы к Садарабаду. К этому времени наш кавалерийский полк, прикрывавший отход беженцев, был выведен в резерв село Гечерлю, а район Садарабада обороняли части 1-й и 2-й армянских стрелковых бригад, которые имели очень небольшие силы. Туркам удалось 21 мая с утра развернуть решительное наступление против этих слабых наших частей и ворваться в Садарабад. Я наблюдал несколько раз, как стрелковые цепи этого полка наступали по равнине, обессушенной, пыльной долине, против высот, которые занимали турецкие войска, и они настолько сильно укрепили эти высоты, что эти высоты назвали одну из них, самую главную, пулеметной горкой. А кроме того, 2-3 батареи поддерживало их оборону. И вот я видел такую картину, когда цепи вот этих воинов, а воины были карабахцы все, когда они наступали, значит, вот широким фронтом для того, чтобы захватить эти высоты, их буквально поливали пулями и шнапнелями. Временами пыль поднималась до такой степени, что казалось, что никто не остался живым. Но потом пыль оседала, цепи опять вставали и шли дальше в наступление. Но, невзирая на этот героизм, не удалось до 26-го числа захватить эти высоты. Тогда генерал Силиков принимает решение. Свой маневрный отряд, а он такой создал, свой резерв. Он бросил во фланг и тыл вот этой высоте, этим высотам, которые занимали противники. Они начали это выдвижение ночью и в полудню вышли во фланг и в тыл этой высоте. И с тыла ударили по туркам. А в это же время войска, то есть эти батальоны 5-го армянского стрелкового полка удалили с фронта и разбили турок. Разбили турок и заставили их отойти из района этой высоты. В связи с этим успехом перешли в наступление и другие войска на левом фланге. И таким образом в ночь на 27-е число противник панически стал отступать в сторону Александрополя. Меня назначили начальником разъезда. 20 коней было. Задача моя заключалась в том, чтобы следовать за турками, за турецкими колоннами и выявлять в каком направлении, в какой группировке отступают турки и доносить об этом своему начальству. Я был свидетелем панического отхода турок. К второй половине дня туркам удалось зацепиться за Карабурунские и Толинские высоты. Вы знаете это место. И подошли главные силы Сандарабадского отрада и начались тут местные бои и контратаки, и атаки, и контратаки. Так эти бои продолжались до вечера. Вечером с наступлением темноты Турки вдруг по всему фронту начали кричать «Алла! Алла!» То есть показывают, что они готовятся к атаке наших войск. А на самом деле они в это время отступили в сторону Александрополя. Башабаранский отряд тоже сыграл свою прекрасную задачу. Он выбил, так сказать, этих турок из Башабарана и развернул наступление на Сапитак. Несколько хуже было на Караклийском направлении. Здесь вина главным образом командования и самого Назарбекова. Он почему-то поддался этой панике и начал отходить на дирижант. Оставил только арельгардные части. А арельгардные части вместе с этими, как его, местным ополчением остановили турок. Тогда Назарбеков, узнав, что успешные дела идут под Садарабадом и Башабараном, вернул свои войска из дирижана для удара по наступавшим туркам. И в течение 24-го, 26-го числа под Караклисом были жесточайшие бои, в которых наши солдаты показали себя как настоящие герои. Интересно, что после того, как было заключено перемирие, турецкий главнокомандующий говорил об этом так, что под Караклисом была великая битва. И армяне в этой битве показали себя, что они могут быть самыми лучшими солдатами мира. И чем же кончилось все это вот наступление наше? В это время закавказский сейм распался. Противоречия дошли до такой степени, что они вместе не могли действовать против турок. Грузинские меньшевики объявили самостоятельность, независимость, пригласили немцев, немецкие войска, кайзеровские, встали под мандатной страной и выключились из войны. Азербайджанцы создали свое правительство в Кировабаде, да, и вместе с турецкими войсками наступали против бакинской коммуны. Армяне тоже объявили о своей независимости и создали свою республику. Только 15 июня армянское правительство из Тбилиси перебросилось в Ереван. Вот таким образом кончилось это блистательное наступательное действие армянских войск почти на всех трех направлениях. Такие же бои развернулись на этом самом Гохтан на Хачеванском направлении. Там тоже армянские войска себя показали очень хорошо. Я что хочу сказать, что Сарарабадское сражение, наша победа в этом сражении сыграла решающую роль для сохранения армянской нации, армянского народа. Если бы туркам удалось бы захватить Ичмядзин, Ереван, то от Армении не осталось бы ни одного клочка земли. Армянские войска сумели отразить наступление турок и отстоять свою столицу и свой духовный центр Ичмядзин. Это сыграло решающую роль в сохранении нашего армянского народа. Я очень рад, что наши товарищи уже позже в наше время создали прекрасный комплекс, ансамбль, мемориал этой победы в районе Сарарабада, в районе, вернее, теперь Октябрьяна. Я не раз бывал на этом комплексе и каждый раз восхищался гордостью за свой народ, что в решающий момент они смогли удержать за собой славу своего народа. Игорь Негода,